привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более когда нужно посмотреть ее во всей красе я долгое время живу в турции знаю обо всех аспектах жизни в анталийском регионе своих выпусках я рассказываю о происходящем в турции из личного опыта и опыта наших соотечественников было много разных ошибок ситуации происходило много курьезных случаев о которых я обязательно буду рассказывать и показать красивые места вы узнаете что значит жить турции как переехать как купить как продать как отдыхать и многое другое досмотрите это видео до конца будет много полезного и интересного не переключайтесь как вы уже знаете турция богатейшая в историческом плане страна и куда бы вы не поехали повсюду он будет встречаться древние города вот и сегодня я вам расскажу об очень интересном месте которое однозначно стоит пустить поехали два часа езды и 120 километров пути от алании по горным серпантином с потрясающими видами и мы его на море город находится соседней провинции месси восточнее от анталии сам городок небольшой 66 тысяч населения лежит вдоль моря север закрыт горами и это не единственная его достопримечательность главная достопримечательность города бананы они здесь растут и продаются везде символ города девушка в национальной одежде которая держит руках гроздь бананов он посмотрите кстати именно так называется самый вкусный сорт бананов выращиваемых в турции анамур такого количества теплиц как здесь вы не увидите нигде а еще анамур это самая южная точка турции только ради этого стоит сюда приехать и в хорошую погоду видно даже кипр сам по себе городок ничем не перемещательный не туристический есть пляжи но они мне напомнили кирилловку это курортный городок на азовском море в украине но пляже здесь песочные и заход море очень удобный но два места одно при везде ванамур 2 до выезде буквально покорили мое сердце при въезде ванамур съезжая вправо и по грунтовой дороге не предвещающий ничего хорошего попадаем передайс развалины древнего города они мурю а сейчас самое время поставить туркиш лайк подписаться на мой канал если вы еще этого не сделали смотрите каталог недвижимости там всегда самые актуальные предложения недвижимости от проверенных застройщиков вступайте в группу в телеграме где мы обмениваемся полезной информации ну а в инстаграме вы узнаете свежие новости от турции вся информация в описании к этому видео морем был известен еще до нашей эры город побывал под властью ассирийцев и персов был завоеван александром македонским и в первом веке до нашей эры попал под власть римской империи именно в это время город достиг своего максимального рассвета позже анимуриум перешел к византии но природа внесла свои коррективы и в шестом веке нашей эры город сильно пострадал от землетрясения которое уничтожило было и великолепие его построек особого шарма придает этому месту то что гордо расположен на холме который спускается к морю старинные развалины с видом на лазурное средиземное море ну что еще нужно для счастья удивительно но за тысячи лет морская стихия не смогла навести серьезного ущерба останкам античного города да вот это качество постройки а хорошо сохранилась и некрополь и римские бани и акведуки и набережная а вот амфитеатру повезло намного меньше здесь можно увидеть два больших бассейна с мазачным дном и множество построек с красивым декором пола стен и сводов вход в этот райский уголок в июне 2020 года стоило всего лишь 10 лир и я вам советую прихватить с собой купальные принадлежности здесь здесь пляж на котором жару можно искупаться а вот профессиональная фото-видеосъемка здесь за дополнительную плату если вы будете снимать на мобильный телефон то пожалуйста ну а если вас заметить с профессиональной камерой могут попросить оплатить эту услугу фонд министерства туризма честно признаюсь не хотелось отсюда уезжать но нас ждали еще пару достопримечательностей я по из маму река лесе расположен на самом берегу моря примерно 8 километрах от города анамура она считается самой живописной на всем средиземноморском побережье турции замок действительно впечатляет это самая настоящая древняя цитадель зубчатыми стенами и бойницами массивными башнями несколькими рядами укреплений и рвов заполненным водой и морскими боевыми черепахами южная страна крепости находит на море и соседствует с хорошим пляжем усыпанным красивыми ракушками и сегодня крепость мамури открыта как музей вход 10 лир на стенах крепости мамури в некоторых местах можно подняться и прогуляться по ним а также побродить по внутренним галереям приятное дополнение к посещению крепости на море это многокилометровые песчаные пляжи которые начинаются уже от крепости дальше наш подлежал в античный город древней киликии нагиб из в 20 километрах от анамура неподалеку от местечка базе азы забравшись на холм мы в очередной раз полюбовались видом на море и собственно сам остров к сожалению пройти туда не представилась возможным так как дорога ведущая к острову ушла под воду поэтому это место для себя мы назвали не на гиды 100 на и босс так как увидеть туристы можно далеко не все что они написаны в интернете вот такой вот он городок анамур с его достопримечательностями морем и бананами друзья путешествуйте ведь ничто так не развивает ум как путешествие это сказала мильзаля а далай-лама сказал раз году посещать место где ты никогда не был путешествие вместе мы увидим больше ваш надежный верный друг назар давыдов дин дон дэйма ассаляме а ридо гили гили ну и наконец просто чао